Девушки отдыхают В прямом эфире программы «В центре внимания» мой гость, министр финансов Сергей Пушкуца. Господин Пушкуца, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Давайте объясним сначала нашим телезрителям вот этот дефицит бюджетов, 16 миллиардов лев. Какие последствия для экономики увеличения практически в два раза вот этого показателя? Сейчас Молдова проходит через неординарный, необыкновенный и непривычный для нас период, который впервые затронул настолько глубоко наши экономические процессы и бюджетный процесс. Конечно же, в этот период каждый из стран, которых коснулся этот уже экономический кризис, не только социальный и кризис распространения вируса, но он имеет и эффект экономические последствия и бюджетные последствия. Каждый из стран пытается найти какой-то достойный выход и развитие ситуации для того, чтобы как можно уменьшить влияние вот этого кризиса на население, на экономику страны. Соответственно, так как закон о бюджете и сам бюджет является очень важным фактором, который влияет в экономические процессы в любой стране, в том числе в Республике Молдова, понятно и это логично то, что государство, Республика Молдова должна пройти через этот процесс изменения, уточнения бюджета, исходя из экономических реальной и эволюции последних нескольких недель. Мы замечаем, что последние 3-4 недели резко сократилась экономическая активность в Республике Молдова, сократились импорт и экспорт. Иногда мы замечаем даже это сокращение порядка на 50%, то есть на половину. Соответственно, это имеет и последствия на доходную часть бюджета. Мы с 1 апреля, если говорить о периоде с 1 апреля, когда уже реально и в полную меру чувствуется эффект данного кризиса на бюджет страны, поступления администрируемые налоговой и таможенной службой практически уменьшились на 40-50%, почти вдвое. Конечно, в этой ситуации нужно находить достойные меры для того, чтобы, с одной стороны, поддержать и функциональность бюджета, выплачивать все обязательные платежи с бюджета, а с другой стороны, создать хорошие предпосылки или такую благоприятную среду для того, чтобы экономика развивалась быстрее и восстанавливалась быстрее в посткризисный период. Скажите, пожалуйста, с каких статей расходов, может быть, были взяты эти деньги, чтобы мы понимали, как изменятся, может быть, приоритеты государственного бюджета, в отличие от того, что было в декабре 2019 года, когда его одобрили? Для этого. В сегодняшнем уточнении бюджета, который был рассмотрен правительством на следующей неделе, надеюсь, будет рассмотрено и в парламенте, доходы национального публичного бюджета уменьшились на 7,5 миллиардов лей. То есть это влияние кризиса. Исходя из новых уточненных макроэкономических прогнозов, исходим из цифры, что внутренний валовый продукт в целом по 2020 году уменьшится на 3% по отношению к 2019 году в сопоставимых ценах, а в изначальном бюджете было заложено рост 3,8%. То есть у нас получается эта дельта 6,8%. 3,8% роста не будет, даже будет сокращение на 3%. Это очень большое изменение внутреннего валового продукта. Это влияет на доходную часть бюджета. И, как я говорил, это минус 7,5 миллиардов лей. В то же время, исходя из того, что мы понимаем, что в данный период есть новые приоритеты, очень важные приоритеты для финансирования с бюджета, это здравоохранение и социальная защита населения, расходы бюджета, в то время как доходы падают, расходы у нас растут. И если смотреть на расходную часть бюджета, мы замечаем, что в законе уточнений государственного бюджета на 2020 год предусмотрены увеличение расходов на здравоохранение на миллиард 100 миллионов лей, на социальную защиту населения на миллиард 127 миллионов лей. Это именно те суммы, которые нам и генерируют увеличение расходной части бюджета. Но вот откуда были взяты эти деньги? То есть, чтобы мы понимали, как распределяются вот эти суммы для того, чтобы где-то увеличить, соответственно, откуда-то взяты были эти деньги, чтобы мы понимали. Исходя из того, что доходы падают, а расходы растут, у нас, конечно же, растет дефицит. Если мы начинали этот год с законом о бюджете, в котором был указан дефицит в размере 7,4 миллиарда лей, соответственно, ввиду того, что расходы поднялись на 2,2 миллиарда, а доходы упали на 7,5 миллиардов лей, общий дефицит по национальному публичному бюджету составляет порядка 16 миллиардов лей. То есть увеличение на 8,6 миллиардов лей по отношению к той цифре, которая была утверждена изначально в законе о бюджете на 2020 год. Конечно же, самый важный сейчас вопрос для нас, это то, как найти реальные источники финансирования этого дефицита для национального публичного бюджета. И, соответственно, хочу довести до вашего сведения, что главными компонентами финансирования этого дефицита, конечно же, являются внешние займы. И здесь я хочу отметить экстренный займ финансирования от Международного валютного фонда в размере 234 миллионов долларов. Это государственный займ Республики Молдова от Российской Федерации в размере 200 миллионов евро. И, конечно, увеличение внутреннего долга путем размещения государственных ценных бумаг на 2 миллиарда лей. Если суммировать эти три главных источника, тот рост дефицита, о котором я говорил, он практически покрывается. Но есть и другие источники, за счет которых будет финансироваться данный дефицит. Это внутренние источники уже. Какие меры предлагаются для того, чтобы внутреннюю часть бюджета повысить возможности? Если говорить о источниках финансирования дефицита бюджета, внутренними источниками являются два. Первое – это источник поступления денежных средств от приватизации государственного имущества. И эта сумма, которая предусмотрена в бюджете как в изначальном, так и в уточненном, здесь эта сумма не менялась. Остается на уровне 700 миллионов лей. А второй источник – это размещение государственных ценных бумаг. Если в изначальном бюджете эта цифра составляла 2 миллиарда лей, в уточненном бюджете эта цифра уже 4 миллиарда лей. Остальные источники финансирования дефицита бюджета являются внешними финансированиями. В частности, я сказал, важнейшие источники – это два займа от Международного валютного фонда и от Российской Федерации. Все-таки у многих людей возникает вопрос, что будет с ценами на продукты питания, на услуги, тарифы в связи с такой ситуацией, что бюджет так изменился. Есть ли прямая связь между этим и есть ли у вас прогнозы? Будут ли расти цены для потребителей? Если присутствует такой большой и значимый дефицит, а он таким и является, для того, чтобы сесть в различные пути развития ситуации, некоторые страны для финансирования соответствующих дефицитов могут себе позволить или сознательно, или ввиду определенных соображений идти на дополнительную эмиссию денежных средств. В этом случае, конечно же, следует ожидать ускорения ритмов, темпов роста инфляции и соответствия и увеличения цен. Но в Республике Молдова мы себе такого не можем позволить. Мы считаем это неправильное решение для Республики Молдова в действующих реалиях. И поэтому дефицит бюджета в Республике Молдова, как я и обозначал ранее, мы ищем. И нам кажется, мы нашли достойные и очень надежные источники финансирования, внешнего финансирования. То, что не позволит развитию вот этой спирали, инфляционной спирали. Я хочу вам сказать, что в макроэкономическом прогнозе на 2020 год, в уточненном макроэкономическом прогнозе, уровень роста цен составляет всего лишь 3%. А изначально сколько было? Вначале было 5%. То есть фактически, ввиду того, что экономика находится в таком процессе, не ускоряется и не работает на полную мощность, соответственно, исходя из того, что внешнее финансирование будет в валюте, оказано в долларах и в евро, соответственно, это будет влиять на то, чтобы уровень цен, он не должен расти каким-то очень непредсказуемым ритмом. Это должно быть в рамках 3%, но может быть 4%. В этом контексте хочу вас спросить, как вы смотрите на расходы на другие приоритеты, которые ставят перед собой, например, местные публичные власти? Мы делали даже новости, и появляется, и даже премьер Ион Кико об этом говорил. Например, на покупку автомобилей для примарии, на ремонт. Также, например, на централизованном уровне выделяют деньги на реставрацию комплексного мемориала «Вечность». Как вы смотрите на такие распределения средств, и как можно вмешаться для того, чтобы эти деньги не были распределены на не совсем приоритетные цели? В такие периоды, кризисные периоды для экономики страны, для бюджетной сферы, конечно же, нужно ставить приоритеты. Нужно отказываться от тех затрат, которые не являются первой необходимостью. Поэтому я полностью согласен с тем, что было высказано с премьер-министром сегодня, то, что каждое государственное учреждение, так и местные власти, как и центральные власти, должны еще раз, сняв розовые очки, смотреть на реальность исполнения бюджета и еще раз определиться со своими приоритетами. То есть, если есть возможность что-то не покупать, это не нужно покупать. Нужно приобретать и тратить бюджетные деньги, которые сейчас очень дороги для нас, для всех нас, как общества. Это очень дорогие деньги. Мы должны их тратить только на самые необходимые вещи. То есть, именно на те нужды, от которых зависит функциональность государственной системы и оказание услуг населению. А остальные нужно и можно оставить на следующий год, когда уже этот кризис пройдет. Я уверен, что у нас будут другие бюджетные реальности. Но в то же время мы понимаем, что экономику для того, чтобы завести механизм работы экономики после кризиса, есть необходимости государственного финансирования определенных проектов. Поэтому в бюджете остались заложены очень значительные фонды для того, чтобы направить эти денежные средства на развитие инфраструктуры, в том числе дорог. С одной стороны, это улучшит качество жизни населения. С другой стороны, это будет как импульс экономической активности Республики Молдова. То есть, это может пойти как цикличная реакция для развития других отраслей экономики. Поэтому бюджет в данной ситуации, несмотря на сложнейшую бюджетную ситуацию, тем не менее, мы считаем, что бюджет это очень должен быть активный игрок для того, чтобы стимулировать и давать искру развития экономики после кризиса. Вот в конце 2019 года заявлялось о том, что 2020 год будет годом инфраструктурных проектов. Остается ли это тоже приоритетом? Возможно ли в условиях вот таких расходов на социальное страхование, медицинское страхование продолжить эти проекты? Будут ли они внедряться? Исходя из того, что правительству Республики Молдова в целом удалось найти источники финансирования для бюджетного дефицита, эти приоритеты остались на повестке дня. И, конечно, мы сделаем все возможное для того, чтобы оказать вот эту помощь в развитии экономики постэкономический, посткризисный период. И эти приоритеты остаются, эти суммы отражены у нас в бюджете, в уточненном бюджете на 2020 год. Но есть ли какой-то период, наверное, у вас есть какие-то прогнозы, когда эти деньги вы пока, может, придержите, не будете начинать, но в этих условиях, наверное, нельзя начинать какие-то ремонтные работы. Но есть ли вот какие-то сценарии, когда эти деньги уже нужно будет использовать не по назначению, то есть не для инфраструктуры, сколько еще должен затянуться этот кризис, чтобы уже были пересмотрены статьи расходов без внешних займов, то есть придется забирать откуда-то. Есть ли у вас какие-то сценарии? Кстати, я хочу отметить, что в этом уточненном бюджете расходы очень многих государственных учреждений, практически всех центральной власти, пересмотрены и пересмотрены на уменьшение, кроме одной-двух позиций, где необходимо дофинансировать определенные проекты. А в остальных прошло оптимизация бюджетных расходов, и все, что не касается стекущей деятельности данных государственных учреждений, было уже оптимизировано. Хотя, наверное, место для оптимизации не всегда есть, и в дальнейшем это будет проделываться и дальше. Вы спросили о механизмах, как это делать. Я хочу напомнить о том, что согласно закону о госзакупках, все договора о госзакупках регистрируются в казначействе Министерства финансов. Ну, договора свыше определенной суммы. Соответственно, Министерство финансов отводится очень важная и активная роль для того, чтобы всматриваться в эти договора, и в случае, если возникают определенные сомнения относительно необходимости соответствующих бюджетных затрат, Министерство финансов может поинтересоваться и даже где-то переговорить с соответствующим органам государственной власти о том, по необходимости и целесообразности данных расходов. На данный момент этот процесс осуществляется, и он осуществляется, на мой взгляд, очень коллегиально, успешно, очень прозрачно и эффективно для бюджетных расходов. То, что говорил премьер-министр, что есть еще определенные такие порывы о закупках автомобилей, мебели, ремонтов. Я думаю, что это последние такие попытки для тех государственных учреждений и руководителей, которые еще либо не осознали действующую реальность, либо это процедуры госзакупок, которые были начаты еще ранее. Объявление чрезвычайного положения, и они идут уже своим чередом, но это не значит, что они будут профинансированы в этом году. Также хочу вас спросить по поводу российского кредита. То есть на каких условиях? В принципе, уже официально объявлялось, но вот оппозиция заявляет о том, что условия невыгодны. И в принципе, наша страна очень давно, даже не знаю, когда последний раз брала кредиты, вообще финансирование от Российской Федерации. Еще раз, если можете нам уточнить, на каких условиях мы получаем этот кредит, когда мы должны будем его выплачивать, насколько увеличивается эта сумма из-за процентов, и почему от России? На данный момент мы находимся на последнем этапе, надеюсь, уже окончательном этапе перед подписанием данного договора, может быть, уже и самого подписания, буквально, я надеюсь, это будет несколько дней. Данный проект договора займа предусматривает оказание государственного займа Республики Молдова в размере 200 миллионов евро двумя траншами, по 100 миллионов евро каждая. Второй транш до 31 октября, первый в течение 30 дней с момента подписания данного соглашения, не позднее, 30 дней с момента подписания соглашения. Ставка, которая предусмотрена в проекте, составляет 2%. Это было озвучено. Много это или мало, конечно, все нужно брать в сравнении, сравнивать и с другими условиями, по другим займам. Например, вот Международный валютный фонд нам под какой процент дает кредит? Я вам сейчас не смогу сказать конкретно. Каждый займ имеет свои финансовые условия, и там идет речь не только о процентах, но идет речь и о комиссионах для выделения этого займа. Кстати, российский кредит не имеет больше никаких комиссионов. Всего лишь 2% – это стоимость, это процент по самому займу. Но если сравнивать, например, со ставками по привлечению евробондов, которым часто многие страны применяют данную формулу кредитования для себя, финансирование дефицита бюджета, ну, 2% – это самая низкая ставка. Вместо тех стран, что мы смотрели, вот 2,5-3% страны, которые находятся в процессе развития, которые по уровню развития соответствуют Республике Молдова. То есть 2% такой ставки там нет. То есть 2% – это незавышенная ставка, если сравнивать со ставками по евробонду. Вы сказали, что сумма 200 миллионов евро – это 2 транша, но говорилось ранее 500 миллионов евро. Будут ли следующие транши, когда они должны поступить? Или пока ограничиваемся на двух траншах? На этот год, согласно договору, о котором я вам сейчас говорю, идет речь о 200 миллионов евро. Но на следующий год, конечно, переговоры будут продолжаться, и будем искать возможность привлечения дополнительных финансовых средств в Республике Молдовы, которые я и ранее говорил. И сейчас еще раз постараюсь напомнить эти вещи, что для правительства очень важно, что эти заемные средства именно были направлены на развитие инфраструктуры Республики Молдова, на развитие экономики. Это должно быть как дополнительный финансовый импульс в развитии экономики. Их не нужно тратить на текущее потребление. Это неправильно. Только кризисный период, в котором мы сейчас проходим все вместе, как страна и как общество, да, вот этот период, он меняет приоритеты иногда. Но мы очень надеемся и верим, и знаем о том, что этот кризисный период пройдет, и мы продолжим свою экономическую политику для того, чтобы привлеченные финансовые средства были направлены в инвестиции, но не на текущее потребление. Страна должна быть, исходя из текущего потребления, должна быть самодостаточной. А заемные средства должны содействовать только развитию страны, а не текущему поддержанию. То есть российский кредит пока должен пойти на инфраструктурные проекты, как об этом говорилось изначально. То есть это не какие-то покрытия срочных разводов? Если считать в уточненном государственном бюджете, предусмотрено, что инвестиционная составляющая в данном бюджете осталась на уровне 8 миллиардов лей. То есть она уменьшилась с 10 до 8 миллиардов лей. То есть она очень существенна. А российский кредит, если перевести в лей, составляет порядка 4,1 миллиард лей. И кредит МВФ, это самые большие источники финансирования, составляет 4,2 миллиарда лей. То есть фактически эти два крупных займа, если сопоставить в целом по годовому бюджету, они соответствуют тем затратам, которые являются инвестиционными для бюджета Республики Молдова. Также сегодня правительство, благодаря этим поправкам, исключило 1 миллиард, почти 1 миллиард от Евросоюза помощи, одна из траншей, почему было исключено? То есть мы не выполнили какие-то условия? И когда могут быть, все-таки поступят ли эти деньги? Как вы рассчитываете? Я понимаю, что вы говорите о макрофинансовой помощи 3. Да, третьей. Значит, макрофинансовая помощь 3 заложена в текущем бюджете в размере 900 миллионов лей, если взять обе составляющие, грантовую и кредитную составляющую. Исходя из реалий, из того, что Республика Молдова выполнила как условия, мы считаем, что мы выполнили полностью условия для макрофинансовой поддержки, макрофинансового финансирования 2. То есть эти условия Молдова выполнила, и мы в этом проекте об уточнении закона о бюджете мы заменили макрофинансовую помощь 3 в размере 900 миллионов лей на макрофинансовую помощь 2. Разница между макрофинансовой помощь 3 и 2 является 10 миллионов евро, то есть на 10 миллионов евро меньше. Но речь идет о том, что мы не выполнили какие-то условия для третьей этой помощи, или не успеваем, просто говорилось о том, что речь идет о каких-то политических условиях для выделения помощи от Евросоюза. Так ли это? Действительно ли? Есть определенные условия для того, чтобы получать финансирование. Например, вот откройте нам скобки, например. Я сейчас не смогу комментировать данные условия, но я хочу вам сказать уверенно, так что мы сделаем все возможное, чтобы выполнить условия для получения и третьего транша макрофинансирования. Насколько это получится, это время уже покажет. Также мы знаем, что недавно, или буквально месяц назад, наверное, уже прошел месяц, Министерство финансов открыло счет для донаций от граждан, экономических агентов. Можете нам назвать, какая сейчас сумма на счету Министерства финансов благодаря донациям, и куда пойдут эти деньги? Когда начнутся уже? На сегодняшнее утро на этом счету было собрано 18 миллионов 500 тысяч лей. Чуть больше 18 миллионов 500 тысяч лей. И с этой суммы, по процедуре, эта сумма была добавлена в фонд интервенции правительства, и уже с фонда интервенции распределяется через решение правительства. Из данной суммы были потрачены денежные средства в размере 6 миллионов 464 тысячи на выплату компенсаций заболевшим, заболевшим медицинскому персоналу по 16 тысяч лей каждому, как было объявлено и раньше. То есть это сумма из донаций? То есть вот эти 16 тысяч, это благодаря людям, которые добровольно отдали свои деньги для поддержки? Абсолютно верно. Из этих 18 миллионов, 6 миллионов 464 тысячи были оплачены как компенсация за то, что заболели медицинские работники этим вирусом. Далее, с этого фонда были выделены и 5,2 миллиона лей на приобретение защитных комбинезонов, опять же, для медицинских учреждений. В дальнейшем, по мере поступления потребностей на закупки с этого фонда будут делаться и следующие государственные закупки. Еще один вопрос по поводу поддержки бизнеса. Было выделено сегодня 320 миллионов леев для субсидирования тех предприятий, которые выплачивают зарплату в период кризиса. Какие предприятия именно получают эту поддержку? Как она выражается? Есть ли какая-то процедура специальное получение? Как выбирают эти предприятия? Потому что многие, наверное, кто сейчас остается без работы, задаются этим вопросом, как можно поддерживать. Как я и говорил, действия правительства, они фокусируются на двух блоках, если говорить про экономику. Первый, это то, чтобы помочь экономике выжить в этот кризисный период и поддержать в этот кризисный период. И второй, который, возможно, он и важнее, пока мы не осознаем, но, скорее всего, второй блок это важнее, это то, что как действовать экономике и как помочь бизнесу в посткризисный период для того, чтобы перезагрузить батареи, перезапустить двигатели экономического развития. Так вот, если смотреть с этих двух ракурсов, получается, что в кризисный период правительства, как вы знаете, уже предоставляет субвенции для оплаты налогов заработной платы для тех предприятий, которые приостановили свою деятельность по решению комиссии по чрезвычайному положению. Сколько таких предприятий? В размере 100% вот этих платежей. А для тех, кто находится в стадии, где работники находятся в технической безработице или в стагнации, там выплачивается 60% с этих налогов. Для финансирования этих затрат в законе об уточнении государственным бюджетом 2020 год предусмотрены 300 миллионов лей на этот фонд. Но в то же время правительство сегодня утвердило и второй механизм для поддержания экономики в посткризисный период. И он предусматривает несколько вещей. Первое – это субвенционирование, 100% субвенционирование процентов по кредитам, которые будут затребованы предприятиями в посткризисный период с 1 мая по 31 декабря для финансирования всех своих, любых затрат. Неправильно было то, что было высказано в прессе некоторыми деятелями и экспертами о том, что это именно кредиты на заработную плату. Это неправильно, таких условий нет в данном проекте. Так вот, государство будет субвенционировать 100% от соответствующих процентов при условии, что этот кредит будет в сумме не более чем 3 фонда заработной платы по данному предприятию за декабрь 2019, январь и февраль 2020 года. Это одна программа. И вторая программа – это то, что государство будет субвенционировать или будет помогать переходу активов плательщика в НДС в виде зачетного НДС, который создан у предприятий для того, чтобы монетаризировать данный зачетный НДС путем влияния ликвидности в экономику в данные предприятия, а через эти предприятия в целом в экономику. Так вот, для финансирования данного проекта в законе о уточнении бюджета на 2020 год предусмотрен почти миллиард лей. И еще один вопрос по поводу получения помощи, единовременной помощи для пенсионеров, которые получают меньше прожиточного минимума. 700 лей к пасхальным праздникам в этом году смогут пенсионеры получить эти деньги? И когда начнется выплата? Мне помнится, что когда были объявлены, вот была объявлена эта помощь, было сказано, что одна помощь будет к зимним праздникам, то, что и было сделано по 700 лей пенсионерам и было выдано. И в то же время было сказано, что в течение 2020 года будет как минимум еще одна такая помощь. Но я не помню, что было обозначено именно к пасхальным праздникам. Это то, что было сказано. Теперь о реальностях. На сегодняшний день, исходя из действующих реальностей, из того, что доходы государственного бюджета и бюджета социального страхования находятся на таком уровне, на недостаточном уровне доходов для финансирования соответствующих проектов, на пасхальные праздники такой помощи не будет. Но посткризисный период, когда мы надеемся, экономика начнет работать, даже, конечно же, путем применения соответствующих рычагов помощи со стороны государства и финансирования, и проектов субвенционирования. Мы верим в то, что к осени у нас бюджетный баланс восстановится полностью, и тогда в парламент можно прийти еще раз с другим проектом закона об уточнении бюджета, где эта помощь может предусмотрена, исходя из бюджетных возможностей и реальностей. То есть пенсионеры смогут где-то только осенью получить эту сумму и вторую, наверное, уже к новогодним праздникам, если позволит. Одна была уже выдана в начале этого года на зимние праздники. А, это считается к этому году? Одна уже была. Это 100% из бюджета текущего, 20-го года было выдано, не с прошлого года. В прошлом году этой помощи не было указано в бюджете 2019-го года. Но именно сейчас мы находимся на том этапе, и в бюджетном этапе, когда такая помощь, я считаю, что она практически невозможна. Но эволюция у нас, я думаю, что будет положительной. Мы верим в это, и верим и в силу, и в потенциал экономики Республики Молдова, и верим в то, что программы, которые сейчас продвигаются, в помощь бизнесу, они дадут нам рост уже в третьем квартале 2020-го года, и тогда мы можем вернуться к этому вопросу. Господин Пушкуца, я благодарю вас за участие в этой программе. Это все, что мы успеваем сегодня обсудить. Смотрите программу «Центр внимания» 18.20 каждую пятницу на Публика ТВ.